Это голос Паши Лобанова и слова от пули снегопада. Доброго зрения, дорогие друзья! Продолжаем кошмарить системный апгрейд современного общества. Насколько в голове у людей заводские установки слетают с клемм, и едва стоит вывести людей за пределы современной песочницы их познаний. К примеру, к пули некий Иван Иванов пишет. Про пенсии, правда, а вот остальное. Пуля-то хоть в армии служил, а надо было. На что пули снегопада полноценно ему отвечает. Для того, чтобы понять, что свиньи купаются в болоте, не обязательно самому несколько лет лежать в болоте. Вот зачем я или кто-либо должен там служить? Вы это навязываете людям, но никто из вас даже не задумывался, зачем вы навязываетесь, когда даже не имеете своего личного мнения. Так как стандартный ответ – надо служить, чтобы родину защищать. Но это же не ваши слова. Их навязывают людям с пеленок. Родина – это твои близкие и родные, и твои родные места. Вы их защитили хоть раз? Нет. Вы служили все в какой-то чужой области, а это служение не родине, а чужим интересам. Служили вы там не от того, что мужик, и это надо так. Все наоборот. Служили от того, что не хватало смелости сказать «нет». Что тут мужского и гордого, если у людей нет характера? Сломали школьным подчинением, все детство просидел за партой. У нас все госслужбы, потому и поставлены с ног на голову, что все боятся сказать «нет». Где и чего полезного для народа сделала армия на нашем веку? Армии у нас вообще нету. То, что присутствует, это ее лишь подобие, чтобы говорили, что она у нас есть. Вон в 90-х бандиты к власти рвались и обворовывали народ. Армия помогла? Везде у народа нет ничего своего. Захватили бандиты. Армия спасает народ от них? Или на них работает? Так и зачем такая армия нам нужна, чтобы политики глупые войны устраивали и сталкивали нас же лбами? Я не говорю, что армия не нужна. Я заявляю, ее у нас нет. Служить должны в своей области, чтобы народ мог диктовать свои условия созидания и развития. Для этого должен быть военный совет и гражданский, совет врачей и так далее. В армии призывают этого не делать? Область поднялась за своих солдат. Мы должны быть друг за друга. Для этого и народ должен быть организованным и сплоченным. Но как раз то, что в Украине, что в России, во власти иудеи сидят и запрещают это народу, больше двух не собираться. И тут, по идее, за народ должна была бы вступиться армия, как истинная защита народа. Прям создали нам хождение по кругу своим дурдомом. В мире все взаимосвязано, чтобы шли к процветанию, оттого и разрывают эти связи, чтобы все у нас было неправильно. И это критика не только в наших земель. Это весь мир сейчас в беде и толкают нас к катастрофе. Может, пора задуматься, а не затыкать всем рты словами не своими? Конец ответа пули снегопада, на которой Иван Иванов 6 мая написал следующее. «Мда, пофлудить могете». Позже отвечу, так как не прочитал. До сегодняшнего дня ответа никто так и не получил. У меня нет времени. У меня нет времени беспокоиться из-за того, как это произошло. Произошло и произошло. Время всегда против нас. Прошу, садись. Время стало средством платежа. Мы зарабатываем время и тратим его. Как и на что мы тратим время? Например, мы говорим. Говорить – это уже тратить время. Мы говорим о неважном, умалчивая о важном. Мы говорим о том, что нам не нравится, оставляя без внимания, что нам нравится. То есть вещи и люди, которые нам не нравятся, получают наше время, а те, кто его действительно заслужил, остаются в тени. Именно внимание эквивалентно времени в данном случае. Для того, чтобы уделить внимание, нужно уделить время. Я всего лишь хочу проснуться, имея на руках больше времени, чем часов в сутках. Так чему мы уделяем свое время? Себе или другим? Своим или чужим? Вам нужно для себя решить, мистер Андерсон. Или вы отныне приходите на службу вовремя? Кому отдаем самое ценное, что у нас есть – наше время? Кому продаем свое время за ничто под видом зарплаты? А сколько времени мы тратим на бесполезные пробки и очереди? Это можно терпеть, только не осознавая того, чем это является на самом деле. Нашим вниманием играют, манипулируют, уводят, потому что тот, чье внимание, спит. Случалось видеть кошмар, который казался реальностью? Он не осознан. Он думает, что он кусок мяса, появившийся в результате ошибки природы на шарике в одиноком космосе. Что если бы ты не смог проснуться? Как бы ты узнал, что сон на что действительность? Многие люди мечтают о власти, но они не подозревают, что осуществление мечты у них под носом. Власть должна быть лишь над собственным выниманием, собственным временем, а управление не другими, а собой. И тогда ответственность не нужно будет нести за других, а только лишь за себя. Подумайте еще раз. Возможно, в вашей жизни что-то требует, чтобы вы перестали обращать на это свое внимание, а что-то наоборот? А что такое осознанность? Где? В реальности? Понимание причин, на что тратится время. Внимание! Понимание следствий. Если, пребывая в иллюзии, так же можно быть уверенным, на что и почему ты тратишь свое время, но в ней нельзя точно знать о следствиях своих действий. Как добиться осознанности? Очевидно, наблюдать за причинами своих действий, за своими действиями и за следствиями своих действий. Потому что изо дня в день мы делаем одно и то же ради чего-то, но это чего-то не происходит ни завтра, ни через десятилетия. Так же это можно наблюдать и у других людей. Мы систематически наступаем на одни и те же грабли, каждый в своем, и продолжаем это не замечать. А тебе нравится, да? Ты любишь за ним наблюдать? Помнишь, когда-то в школе мы хотели переделать мир. По-моему, мы хотели спасти его. Большинство из вас даже не понимают, кто перед вами. И уж точно не понимают, что он говорит. Ха-ха-ха-ха. Вы знаете, что во Вселенной питаться можно только неосознанными? Ха-ха-ха. А осознанных кушать нельзя. Поэтому людей нужно было держать в неосознанном состоянии, чтобы можно было их без проблем кушать. Ха-ха-ха. Обсуждение фильма Глогера, под которым Андрей Фиденко пишет «Зачем такие сложности в скотоводстве?» И еще поставил ржущий смайлик. На что Пули отвечает «Андрей, да, есть в этой кулинарии свои тонкости и строгие иконы рецепта блюда из человечины. Это как с приготовлением в Японии блюда из рыбы в фугу?» И если прикоснуться голой рукой к внутренностям рыбы, то погибнуть можно почти сразу. Разумеется, человек, который решился попробовать это смертельно опасное блюдо, должен понимать, что его жизнь полностью зависит от мастерства специалиста, который его будет готовить. Вот так и паразиты из нас готовят блюда, стараясь из людей выжечь все человечное и разумное. Иначе это блюдо для них станет смертельно опасным. Если вы человек наблюдательный, то и вы заметите, насколько сильно тратятся бюджеты и все силы, чтобы людям привить аморальность и фанатизм от патриотического до религиозного. Если вы человек наблюдательный, то вы понимаете и сам смысл слова наблюдательный, который можно разложить на три складовых на блюдо тельный, то есть смотрящий на изготовление блюда из тел. Увы, но вот что такое в этой матрице быть наблюдательным. Вернемся к блюду изготовления. Как из человека выжечь все живое? Наверное, нужно место, которое украдет у вас любую возможность научиться в этом мире быть самостоятельным и умеющим хоть что-то. Имеется в виду тюрьма для несовершеннолетних, как школа, где все природные процессы с умыслом искажены в такую насильственную форму, что юному организму, которому для развития природой завещано было движение, выращивается в зависимую особу, согласную с любой несправедливостью и готовую потыкать авторитету паразитов. Детей дрессируют в школе именно как собак, выращивая подхалимов и патриотических стервятников. Нет, школа не делает из детей личности, она их лишает личности. Мне вот на эту тему написала одна женщина. «Хорошо, я узнала всю информацию и я поняла, что все везде ложь и что дальше, что мне с этим делать, учить этому детей, но они будут белыми воронами, говорить им, чтобы понимали, но никому не говорили, что дальше, мы все равно в клетке». На что я и отвечаю. Это старые страшилки, которыми людей пугают с детства, дескать, не будешь учиться, системному будет худо тебе в жизни. На самом деле, кто пошел своим путем, а не дрессировался на охранника супермаркета, те успешные люди. Что делать? Тут даже паразиты не навязывают, потому что каждый имеет право на свой личный выбор и никто не имеет права его лишать этого, а если лишит, вселенная с него спросит, оттого паразиты и боятся делать хоть что-то своими руками, все нашими. Дальше изучаем клоповник казарм, где якобы по легенде делают мужчин по петушиным правилам. Абсурд, чего люди не осознают. От того, что наблюдают это безумие с детства и даже понятия не имеют из-за этой привычности, как в разумном мире все должно быть по-другому. Где же армия воспитывает личность? Там воспитывается послушный раб, чьими руками разрушат города в договорных войнах. Ни одна война ничего полезного и хорошего миру не принесла, как рассказывает простофилем, оттого по-особам в Украине разумные люди с обеих сторон 8 лет кричат «нет войне». Потому что по-настоящему переживают именно за людей, а не за бесполезные флаги, гимны, валюту, названия выдуманных стран, границы, которыми ограничили людей и прочих атрибутов расового превосходства, которое в рабов каждого огорода поделенного мира вкладывают паразиты. Разумным людям плевать на этот безумный и фанатический патриотизм, который пользе никогда никому не нес, приносил лишь только горе. Разумные люди понимают, что злодеем или святым не делает место его рождения, злодеем или святым делают лично его поступки. Твои поступки. Чего патриотам вполне очевидные вещи объяснить крайне проблематично. Вот и пожалуйста, цель была выжить из них все живое, как яд из рыбы фугу. Дальше наше выживание, людей, у которых времени не было до этого научиться хоть чему-то. Живем на очень богатых землях, чего хватает для самодостаточности, но все поставлено с ног на голову. Мне понравился текст прикрепленной картинки. Прилетел инопланетянин, чтобы внести в каталог разумных цивилизаций людей. И дальше после опроса вычеркнул их из списка. Хорошо иллюстрирует, какую дурость нам прививают политические марионетки. Наше выживание построено так, чтобы не оставалось времени на себя. Все крутятся, как белка в колесе. Паразиты устроят какое-то шоу, к примеру, с эпидемией. У людей есть время разобраться в этом вопросе. Нет, они послушают телевизор или в сети обученных экспертов и потом год будут повторять их слова. И тут на тебе, эпидемия исчезла ровно в один день. То есть шоу эпидемии сменили на шоу войны. Что люди, занятые выживанием, делают? Углубляются в вопрос? Нет, тема острая. Об этом говорят не авторы, которые взвешивают, а заказные эксперты, как инструмент организации обесчеловечивания. люди кидаются смотреть именно их, ведь только в зомбоящике можно получить какую-то информацию по событию и изображение с места события. И все, что люди потом повторяют и о чем спорят, это не их мнение, не их труд, не их слова, а просто им эксперты дали ту правду расового превосходства в вариации региональных признаков. И вот я, как наблюдатель, как изготавливают из этих тел блюда, вижу, что люди самое дорогое, самое ценное, что у них есть, тратят не на развитие своей личности, а на то, чтобы выполнять миссию, каждый день говорить одно и то же, как попугай. И даже намека в их умах не прозвучит, что их правда и правда оппонента одинаковая, она есть. Но это правда искусственная, не случайная, а созданная, и она гроша ломаного не стоит. Пользы никакой от нее ни то, что не будет. За восемь лет благодаря именно их запрограммированности стало только хуже, война разрослась, как раковая опухоль. Города еще больше начали сноситься. Это безумие. Бедные люди, которые в этой ситуации оказались, а патриотам плевать на них, как российским, так и украинским. У патриотов мозг попугая. Оттого и достижение их жизни это диванная гордость за выдуманный и выхолощенный рассказ сводок с фронта, дескать, за этой чертовой с чертой злодеей. Всех убить у нас без потерь. Люди от этой войны там счастливы, ведь мечтают называться украинцем или россиянином и жить не могут без тряпки, которую называют флагом. Ага. Пожалуйста, миллиарды в день тратятся с обоих сторон на войну под одобрительные восторги безумной толпы. Миллиарды на СМИ, триллионы в карман кладутся разрушенные города, которые восстанавливать миллиарды нужны. Разрушена металлургия, миллионам людей исковеркали судьбы и вогнали в нищету, сделав беженцами. Миллионы потеряли все свое имущество, наживаемое не одним поколением. Миллионы потеряли близких людей. И все это ради чего? Во славу патриотизма той или иной страны? Развитое общество в таких ограничивающих и примитивных понятиях, как граница и государство вообще не нуждается. Мир у всех общий, он просто разный. Вот это и называется приготовленное блюдо для богов из человечины. А поскольку мы как бы рецензию пишем на фильм Глогера, где высказано, что в определенный момент наступает жатва, то мы уже это видим. К этому моменту повар на кухне нашего мира торопится не покладая рук. Разумным должно стать очевидным, что они разумно отказались идти на бойню, а скот должен стать скотом и размахивая флагами еще подгонять будут сами себя и Диана и Шафот и исполняя погребальный гимн. Общение пули снегопада с Иваном Добронравовым, где Иван пишет. Вероятно, кто-то решил, что теперь земля Украины обетованная, с Палестиной что-то пошло не так. Ответ пули Иван, у меня мысли на этот счет немного другие. С твоего позволения на твоем комментарии сделаю публикацию для всех. Весь мир в руках паразита, но лучше всех, конечно же, живут столицы, к примеру, Москва или Вашингтон. Не от того, что эти люди ближе к тельняшке, для паразитов мы все стадо, просто это близкие оккупационные администрации, рядом с каторгами, бунт им не хотелось бы видеть. Оттого в Москве за счет всей России и перекладывают каждый год гранитные улицы, нанимая каких-то джамшутов с ровшанами, чтобы это было некачественно и каждый год перекладывали в тот момент, как в остальных местах нехти и нищета. Зато у москвичей есть видимость имунимого благополучия и они каждый год обубнят. Все мы потерпим. Все потерпим. Так же в Америке происходит с их столицей. Вот по этой аналогии и нужно искать настоящую землю обетованную, где сидит главный паразит. И это далеко не Израиль, в котором так же кошмарили с масочными режимами и экспериментальными уколами. Так же, как и у нас, подняли пенсионный возраст. А если верить истории, то война там веками идет. Как для паразитов, правящих всем миром, как-то странно смотреть на эту ситуацию, что якобы с Палестиной не управились. А какой регион в нашем мире самый такой обеспеченный, где паразиты самые большие боятся бунта? Это этакий остров Алькатрас, то есть Великобритания, отчего-то названное великой и обритой в свое время, сохранившая монархию и родовую династию. Там самые лучшие люди живут, и британский паспорт им кучу возможностей и привилегий имеет, чего не имеет ни одно другое вымышленное государство. Шемшук хорошо высказался. Там есть остров секретный, не указанный ни на одну из карт, который правит Англией, а Англия уже остальным миром, держа в своих руках, как Хрюша со Степашкой Москву и Вашингтон, чтобы в нашем многомерном мире программировать толпу примитивной компьютерной двоичной системой. Да или нет, за или против, круглая земля или плоская, южная Корея или северная, и даже партии делятся на левых и правых, как в розетке плюс и минус, какой-то инь через какую-то янь. Вот порыться по сети, почему во всех выдуманных странах есть левые и правые силы, формулировками только сделают больную голову и ничего не объяснят, а вот наша старенькая детская передача «Надобрань и чмалята» хорошо и просто объяснила еще в детском возрасте. Против Великобритании по Жюль Верну сражался Нема на подводной лодке, которая была еще до того, как Жюль Верн. Война с Наполеоном из-за чего была и почему у него была большая поддержка. Он воевал с Британией и требовал империю России поддержать его и вот незадача вместо войны с Англией сыграли договорняк друг с другом напал на нас. Это как Америка бомбила Югославию со словами что это воюет с Россией. Как Россия бомбит Украину со словами что она якобы воюет с Америкой. Будто географию политики Кремля и Вашингтона плохо изучали и не могут найти друг друга. Вот так и Наполеон воевал с Англией на территории Российской империи. Первая и вторая уже Германия воевала с Англией за море. Но там своя замутка. По некоторым версиям война была за выходы к обоим так называемым полюсам и за право обладать ими. Там еще есть своя матрешка на эту тему где секрет прячется в секрете. Вернемся к евреям. По ходу как им достается наравне с нами они ни при чем. левиафаны запрятали себя в еврейском народе в колене левитов. Есть такой сериал сверхъестественное. Так вот кто изучает мир будь то по письменам или по событиям вполне согласятся что в нем под видом глупый юмористический сериал спрятали очень много правды. Как там ангелы этого иеговы поселялись в тела избранных которые называли своими сосудами. Для этого не каждый еврей и подойдет а именно избранный и этот сосуд передается по наследству. Сосуд. Другими словами аватары. Проверить чем занимались предки каждого президента удивимся. Тем же самым что и сейчас одни клоуны в СМИ работают другие в политике третьи олигархи постоянно меняются местами и тут же все сойдется этим коленом левитов паразиты пользуются как презервативом чтобы входить в этот мир. Что такое война? Незачем выдумывать само слово является ответом. Война. направленное действие это животный уровень сознания когда тебе что-то надо и ты забираешь силой в то время как сознание человека могло бы уже договориться. То есть следующий уровень войны это торговля. Когда ты меняешь то что у тебя есть на то чего у тебя нет. Опять же тут не идет речь о деньгах тут идет речь о полезных вещах и услугах. Торговля это наука о том как правильно перевести верблюда в ковер а стул от мастера в литры молока или килограммы железа. то есть когда-то торговцы думали как сделать все правильно. Так что война и торговля две стороны одной медали поочередно сменяющие друг друга сквозь века. Прослеживается закономерность однако опыт должен развивать интеллект и следующий уровень интеллекта это отсутствие войны и обретение независимости. то есть это когда тебе не нужно торговать потому что у тебя все есть да еще и в достатке. Все что вокруг это фон а взаимодействие с ним уже зависит от уровня сознания. Но об этом люди слыхать не слыхали. Думаем что мы на пике развития. Так то оно так но если вы еще не заметили мы в зазеркалье. Тут все наоборот. Так что этот пик в кавычках развития может оказаться днищем когда картину с головы на ноги перевернешь. так так то что нужно для любого живого существа? Жилище вода и пища. В природе есть абсолютно все для всех и каждого. природе пища вода и материалы. В природе знания кто есть в природе. А вот тут кроется грааль. задать правильное направление. С чего начать? Так как нигде я не видел чтобы правильно начинали раскрытие то сделаю его сам. Кто есть в природе? Хладнокровные и горячекровные. Не знаю как их назвать поэтому назову так. Начинать надо именно с этого. Именно с крови и ее температуры. Главные отличия хладнокровные не способны чувствовать. Это ключевой момент. Не ждите сочувствия от того кто физически не может этого сделать и далее. Кого мы видим вокруг? Насекомые водные земные летающие животные водные земные летающие и люди люди вокруг вроде только земные но сама ее величество логика говорит что тут не хватает людей водных и летающих однако они куда-то делись но следы то остались следы из прошлого дошедшие сквозь времена до нас в виде мифов и легенд игр и фантастик барельефов и гравюр и так далее у людей принято считать это выдумкой ну что же у людей много чего принято но это же не значит что надо это делать бездумно в общем я обозначил три вида индивидуального сознания насекомое животное и человек это упрощенная форма есть еще более развернута в общем к чему я технократия принесла беды людям до нее людям всего хватало но машины стали делать настолько много всего что в итоге мы сели на стальную иглу и нам постоянно нужна доза ненужных бесполезных одноразовых вещей товарищи так быть не должно когда-то люди жили в счастье и ладуют друг с другом и природой люди были частью природы а технократия разделила людей на тех кто принял и тех кто отрицал именно технократия сделала врагами братьев впрочем разве не это ли повторяется прямо сейчас в очередной раз одни принимают то что сейчас у всех на устах другие отрицают то что сейчас у всех на устах отсюда вывод басни не давай технологию тем кто до нее еще не дорос так или иначе мы сейчас обвешаны технологиями живем в них спим едим ездим в них даже в себя принимаем но делаем это абсолютно бездумно потому что абсолютно не представляем как это работает а это значит что сознанием то мы на уровне землянок и лаптей и то не факт что большинство лапти то и сделают не говоря уже о землянке да ты можешь круто шить допустим а материал ты сделаешь добудешь его а инструмент так что твое мастерство совсем не полное а коли не полное то и до звания мастера тебе далеко и так в любой отрасли мы погрязли в иллюзии собственного превосходства в то время как сами из себя абсолютно ничего не представляем полное ничто пустое пространство но товарищи кто бы мы ни были сознанием хоть животным хоть насекомым мы просто должны понять что мы не в телах животных и насекомых мы в телах человека это инструмент и куда и как мы тратим этот потенциал опять же если ты не знаешь о своем потенциале ты его никогда не реализуешь а чего хуже его будут использовать в своих корыстных целях чужие а то и против тебя же и ты даже этого не заметишь нужна последняя война тебя с твоей собственной иллюзией она называется апокалипсисом и она происходит и иллюзия проявит себя а когда это случится она разрушится и ее чары перестанут работать и вот тогда-то что я написал станет понятным и уже ненужным потому что будет и так все видно жаль что это сейчас непонятно но так нужно но разве это повод не говорить об этом то что это так это Продолжение следует...